Добро пожаловать! Это Science Click. Сегодня визуализируем общую теорию относительности. Цель данного видео показать различные представления теории и предложить совершенно новое, которое я еще не встречал, несмотря на его многочисленные достоинства. Основная идея этого нового визуального представления в извлечении максимальной пользы от формата видео и, в частности, его временной составляющей, чтобы максимально близко передать то, что говорит нам математика. В школе мы узнали, что свободное падение можно смоделировать, используя силу – силу тяжести. Эта сила позволяет нам предсказать движение объектов, исходя из того, что тела притягиваются друг к другу, и, в частности, к массивным объектам вроде Земли. Однако это описание всего лишь приближение, и оно не работает, когда притяжение слишком сильное, как в случае с траекторией Меркурия вокруг Солнца. В 1915 году Альберт Эйнштейн предложил новую теорию – строгую математическую модель, которая позволила куда точнее описать свободное падение. Для Эйнштейна не было никакой силы, которая действовала бы на расстоянии. Эта сама ткань Вселенной искривляется и затягивает объекты в падение. Чтобы понять эту очень сложную теорию, важно создать визуализацию, которая сделает ее более интуитивной. Чаще всего используется представление в виде большого эластичного куска ткани, на котором размещены массивные объекты. Деформируя ткань собственным весом, более массивные объекты тянут все в своем направлении, как шарики в чаше. На первый взгляд у такой картины два преимущества. Она очень проста и интуитивна, и помогает нам понять, что тела притягивают друг друга опосредованно, через ткань, на которой они лежат, пространство-время, геометрия которого может изменяться. Однако, несмотря на свое широкое распространение, данное представление общей теории относительности обладает рядом недостатков, делающих его не таким уж точным. В этом видео мы попробуем улучшить его, внеся четыре основных изменения. Начнем с того, что образ эластичной ткани как бы говорит нам, что объекты размещены на пространстве времени, как шарики. Хотя в реальности, пространство-время – это ткань Вселенной, которая содержит эти объекты в себе. Следовательно, одно из улучшений, из которого можно начать – сделать объекты плоскими на поверхности, чтобы было понятно, что они не выступают за пределы пространства-времени, а находятся внутри него. Далее, одна из серьезных проблем данного представления в том, что оно объясняет притяжение притяжением. На вопрос, почему яблоко падает на Землю, данная визуализация отвечает, что это потому, что яблоко тянет вниз, что заставляет его падать, как шарик в чаше. Но неприемлемо объяснять притяжение внутри пространства-времени притяжением снаружи пространства-времени. Значит, нам нужно найти объяснение получше. В частности, более строго говорить, что если объекты следуют по углублению, которое создает Земля, то это потому, что объекты двигаются по прямой, но в искривленной геометрии. При падении объекты двигаются прямо вперед, но кривизна пространства-времени создает впечатление, что их траектории отклоняются. Чтобы понять это, можно представить поверхность сферы, на которой два муравья будут смотреть на север. Вначале две траектории идут параллельно, и мы можем подумать, что по мере движения вперед эти две траектории никогда не пересекутся. Однако два муравья в итоге встречаются на северном полюсе. Это возможно благодаря криволинейной геометрии сферы, на которой прямые линии сближаются. Внутри пространства-времени происходит похожее явление, и кажется, что объекты притягиваются друг к другу, в то время как они просто следуют кривизне геометрии по прямой. Однако картина упругой ткани все еще вводит в заблуждение. И правда, можно подумать, что если пространство-время может изгибаться, то это потому, что существует измерение более высокого порядка. Вот тут, например, кажется, что двумерное полотно провисает в третье измерение. В реальности это не так, и математика относительности не требует никакого измерения более высокого порядка, чтобы Вселенная изгибалась. Поэтому предпочтительнее представлять вид на это полотно не сбоку, а сверху, и с координатной сеткой для иллюстрации кривизны. Тут же можно восстановить трехмерность пространства, в котором мы живем. Наконец, самая важная проблема данного представления. Наша диаграмма полностью игнорирует временное измерение. Пространство-время – объект с четырьмя измерениями. Три измерения пространства и еще одно измерение времени, которое точно так же может гнуться и искривляться. Достоверно изобразить четырехмерную геометрию невозможно. Поэтому без хитрости не обойтись. Во-первых, в каждой точке пересечения координатной сетки можно добавить маленькие часы. Таким образом, пространственная сетка станет пространственно-временной. И мы понимаем, что в зависимости от расположения на сетке, время течет по-разному. И все же добавление часов на диаграмму не дает нам больше интуитивного понимания. И прежде всего, мы по-прежнему не понимаем, что заставляет объекты падать. Если мы оставим яблоко, например, то почему оно начнет двигаться по направлению к Земле? Чтобы по-настоящему понять это, нужно исключить одно измерение пространства, чтобы изобразить временное измерение. Фактически, именно временной компонент кривизны объясняет притяжение. С помощью подобной диаграммы мы видим, что яблоко постоянно находится в движении. Даже с нулевой начальной скоростью в начале падения яблоко все равно движется во времени, оно движется вперед в будущее. В отсутствии каких-либо сил, действующих на яблоко, кривизна пространства-времени постепенно будет изгибать траекторию яблока между временной скоростью по направлению в будущее и пространственной скоростью по направлению к Земле. Яблоко движется по прямой, но кривизна пространства-времени поворачивает ориентацию этой прямой между временем и пространством. таким образом мы понимаем что если яблоко падает по направлению к земле то это потому что оно начало со скорости во времени искривление пространство времени вызванная землей просто перевело временную скорость в скорость пространственную при этом будучи людьми мы не воспринимаем временную скорость объектов когда яблоко размещено нам кажется что оно неподвижно мы не воспринимаем тот факт что она движется во времени с нашей точки зрения мы воспринимаем мир мгновение за мгновением и эта диаграмма на которые объекты образуют в туннеле во времени мировые линии объектов не так уж интуитивно поэтому нашим последним шагом будет нарезать эту диаграмму отделить мгновение за мгновением чтобы получить анимацию в которой учтено время кривизна вселенной которая заставляет эти прямые линии нырять на землю становится движением сжатия скорость этого сжатия постоянно и непрерывно поскольку кривизна пространство времени которая зависит только от массы земли всегда одинаковая однако очень важно понимать что геометрия на самом деле не сжимается фактически прямые линии становятся ближе друг другу что и дает ощущение сжатия похожее явление происходит на поверхности сферы кривизна сферы постоянно но кажется что прямые линии бесконечно сближаются именно такое визуальное представление общей теории относительности я считаю наиболее подходящим земля из-за своей большой массивности деформирует пространство время задавая его кривизну для нас кривизна пространство времени кажется нескончаемым сжатием сетки технически говоря объем содержащийся между геодезическими линиями сжимается со временем из-за кривизны данная сетка которая сжимается представляет то что мы называем инерциальными системами отсчета которые находятся в свободном падении применительно к этой сетке тело на которое не действует никакие силы продолжит двигаться таким образом если мы разместим яблоко с нулевой начальной скоростью и при отсутствии сил действующих на него яблоко будет оставаться неподвижным относительно сетки но по мере сжатия сетки яблоко будет падать с таким визуальным представлением относительности также легко заметить что поверхность планеты постоянно ускоряется вверх потому что она всегда идет против естественного движения сетки и наконец если мы разместим объект в стороне с начальной скоростью больше нуля и в отсутствии сил действующих на него то из-за этого он продолжит двигаться по прямой внутри сетки но по мере сжатия сетки объект непрерывно тянется обратно к земле именно так луна вращается вокруг земли а земля вокруг солнца перевел и озвучил войс пауэр и и и и